Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. До 1 ноября в рамках договора Ассоциации Украина и ЕС Верховная Рада Украины обязана принять ряд директив европейского совета ЕС, которые в частности касаются и вопросов экологии. Таких директив несколько десятков о том, что в них прописано, каких изменений следует ожидать. Сегодня поговорим с гостем студии, которого я с удовольствием представляю, Олег Перегон, председатель Координационного совета общественной организации «Зеленый фронт». Здравствуйте, Олег. Добрый день. Там разные цифры, приводят то ли два десятка, то ли три десятка, то ли даже 50 с лишним, если верить европейской правде. Сколько в принципе, о каком количестве мы можем говорить? Всего в договоре об Ассоциации Украины и Евросоюза присоединено около 1000 директив. 29 из них имеют непосредственное отношение к экологии, они касаются и правоохранной деятельности, касаются и обращения с отходами. А еще несколько десятков имеют косвенное отношение к экологии. Это экологизация энергетики, это и вопросы экологичного транспорта и другие сопутствующие вопросы. Там прописаны и вопросы, связанные с Чернобыльской электростанцией, которые тоже можно отнести к экологическим, хотя они, конечно, в других разделах содержатся договоры об Ассоциации. Сам договор это не договор между правительствами или лидерами государств или парламентами, это договор между нациями, народами. Поэтому одной из частей договора об Ассоциации является создание платформы громадянского суспельства, в которую вошли общественные организации и с украинских, и с европейской стороны. С украинской стороны около 100 общественных организаций, много профсоюзов, представителей ассоциаций работодателей вошли в украинскую часть платформы громадянского суспельства. И наша организация «Зеленый фронт» имеет честь там тоже представлять Харьковскую область. Всего от Харьковщины около десятка организаций, кроме нас, товариства «Участники в Руху», Чугуевская правозащитная группа, ну и несколько других общественных организаций. Всегда хочется спросить в таком случае, насколько реальна работа общественных организаций, насколько в принципе реальна их роль? То есть платформа платформа, но не является ли она таким сугубо декоративным элементом для придания демократичности процессу? Ну на самом деле все наоборот. Вот если приезжает делегация, например, откуда-то из Европы, из Соединенных Штатов Америки, там есть какой-то общественный лидер. Обычно именно он, а не чиновник, является руководителем этой делегации. Если мы сравним, например, численность, ну мы очень дружим с организацией общества охраны природы Баварии, вот ее численность, этой организации больше, чем численность всех партий вместе взятых Баварией. И если мы возьмем такую общественную организацию, как Гринпис, то количество ее участников больше, чем жителей в среднестатистическом государстве мира. То есть роль общественных организаций во всем мире очень высока. И хотелось бы, чтобы это было и у нас. Сегодня действительно мы не такие сильные, как наши европейские коллеги, но мы к этому стремимся и набираем обороты. Очень сильно в Украине представлены и правозащитные организации, и экологические организации. И я думаю, что мы сможем повлиять на этот процесс. Во всяком случае, стараемся это делать. Среди тех нормативных актов, среди тех директив, которые будут предложены для голосования и, надеюсь, проголосованы в Верховной Раде Украины, есть те, которые можно отнести условно к глобальным вопросам, как парниковые газы, квоты и так далее. А есть вопросы, которые, как по мне, как раз именно к общественным организациям в большей степени будут адресованы. Одна из директив 2011-92, это в оценке воздействия государственных и частных проектов на окружающую среду. И там, в числе и прочего, кстати говоря, предполагается, что именно общественные организации будут очень серьезно участвовать в процессе вот такого рода оценки. Насколько актуальны вот такого рода вопросы для Украины и, возможно, для Гарьковщины в частности? Не просто актуальны. У нас должно это было быть уже давно, потому что Украина подписала и ратифицировала Орхусскую конвенцию. Орхусская конвенция дает каждому из нас право на доступ к экологически значимой информации, право на участие в принятии экологически значимых решений и право на правосудие в случае, если наши экологические права нарушены. Весь мир этим пользуется. Весь мир за счет этой конвенции и выполнения ее экономит деньги. Ну, например, приведу простой пример. Возле одного из подъездов Харьковского жилого дома возник пивной ларек. Казалось бы, в чем здесь экология? Но посетители этого пивного ларька, естественно, ходят в подъезд. Жители подъезда, в конце концов, путем мордобоя, бития стекол, добились, чтобы киоск отставили на 20 метров и все. И никому никаких проблем. Вот в Европу поступают помощь. Сначала обсуждение проекта. Все имеют право подсказать этому хозяйствующему субъекту, что ты же поставь на 20 метров, у тебя проблем не будет. И так далее. У нас все делается нахрапом, все делается путем пробы ошибок, криков, стонов и так далее. Дальше. Смотрите, вот вы создаете какой-то проект. Вы можете пригласить одного академика, оплатив его услуги. Это дорого. Можете пригласить пять академиков, самых выдающихся специалистов в своей отрасли. Но вы не можете пригласить всех. Мы общественность, мы здесь живем. Мы можем собрать всех академиков Харькова и попросить, проверьте этот проект, нет ли тут ошибок. И таким образом вам бесплатно, как хозяйствующему субъекту, громада исправляет ошибки вашего проекта. Весь мир этим пользуется. У нас нет. У нас до сих пор по старинке думают, что если мы покажем общественности проект, то ли сглазят, то ли я не знаю почему, но это не работает. Вот если будет дополнительно вот эта директива, то есть надежда, что наконец мы перейдем к цивилизованным решениям проблем не тогда, когда уже люди ложатся под бульдозеры и говорят, что нельзя здесь строить. А бывают действительно кошмарные ситуации, когда пытаются построить автозаправочную станцию на газопроводе большого давления и так далее. А мы будем цивилизованно заранее эти проекты обсуждать, предотвращать ошибки, предотвращать чрезвычайные ситуации. И таким образом наступит наконец гармония в строительной сфере, которой давно уже, к сожалению, нет. А как построена эта система в странах Евросоюза, если взять, например, ту же ситуацию, когда люди действительно периодически, что называется, своими телами останавливают бульдозеры. Но ведь такие ситуации все равно неизбежны, потому что где-то, например, надо строить мусоросжигающий завод, а все близлежащие, где бы ты его не построил, будут недовольны. Но его надо все равно строить. Смотрите, тут ситуация какая. Вот в городе по братиме Харькова-Нюрнберге решили построить дорогу через парк. Ну, знакомая ситуация для харьковчан. И там должно было быть вырублено, если не ошибаюсь, 44 дерева. Этот проект был выставлен на всенародное обсуждение. Во-первых, нюрнбергцы сказали городской администрации, что подадут в суд. По поводу стоимости для территориальной громады этих деревьев. Во-вторых, городские архитекторы, художники объединились и создали такие прекрасные альтернативные проекты, что городская власть решила более дешевый, более красивый, более яркий проект применить и сохранил жизнь этим деревьям. То есть, понимаете, обсуждение это не значит, что все против. Это значит поиск компромисса. Но не тогда, когда уже бульдозеры заведены, уже все друг на друга смотрят волком, уже кто-то как будто съездил по физиономии, а заранее. И находится тот компромисс, какой-то из районов принимает у себя этот проект на каких-то условиях. И экологическая составляющая соблюдается, соблюдаются те вопросы, которые должны по законодательству. Я приведу хороший пример. Вот Царство Небесное академик Виталий Васильевич Шило, многие его знают, это эколог, довольно выдающийся, харьковчанин, к сожалению, его уже нет с нами. В свое время лондонская компания хотела в Харькове осуществить проект строительства полигона твердых бытовых отходов. И выставила его на всенародное обсуждение. Пришел ученый и нашел там 19 ошибок, каждая из которых могла привести к катастрофе даже с гибелью людей. И, к счастью, этот проект не был реализован. Таким образом, бесплатно для города, совершенно бесплатно для проектировщиков, они получили предостережение, которое предотвратило дальнейшие негативные последствия. И так, каждый раз, когда соблюдается законодательство, мы видим, какой колоссальный эффект положительный. Тогда возникает целиком логический вопрос, где взять вот этот инструмент независимой экологической, качественной экологической экспертизы. Потому что, как правило, при каждом проекте, так или иначе, его будут лоббировать. Есть риск, что будут появляться там карманные экологи, которые будут говорить, что все окей, все прекрасно, все замечательно. Вот наша экспертиза, пожалуйста, все, никаких проблем не будет. Дело в том, что, во-первых, есть, как я уже сказал, такие инструменты, как всенародное обсуждение, общественное слушание или даже референдумы, которые пользуются все страны Европы в той или иной степени. Когда идет всенародное обсуждение, например, того или иного проекта, либо общественное слушание, то выступают представители разных организаций, и мы можем видеть, насколько серьезны замечания, или наоборот, парирование этих замечаний со стороны разработчиков. И если замечания серьезны, то тут уже никуда не деться, придется их учесть в проекте. И сам проектировщик, в большинстве случаев, это не какой-то террорист, который хочет всех погубить. Он понимает, что если предупреждения специалистов сбудутся, то он приведет к негативным последствиям. Я приведу предупреждения специалистов по поводу канала Дунай-Черное море. Еще до того, как он строился, Кучма тогда был президентом, ему специалисты говорили, что будет заиливание. Ежегодно тратит Украина миллионы долларов на прочистку этого канала. То, что предупреждали специалисты, то, о чем говорили. Вот если бы тогда послушали и построили один из альтернативных вариантов, сегодня этой проблемы бы не было. Да, но референдумов местных у нас, насколько я понимаю, пока нет. Их не может быть по законодательству такого уровня. Пока что нет. Ну, нету, но никто же не говорит, что когда-то мы их не сможем проводить. Потому что, в принципе, такие в Европе прецеденты есть, когда решение того или иного экологически значимого вопроса, связанного то ли с охраной окружающей среды, то ли с созданием объектов природно-заповедного фонда, выносились на референдумы и решало их население. Но сегодня у нас есть такие механизмы, как всенародное обсуждение, когда проект обнародуется, и все люди имеют возможность присылать к нему свои замечания, предложения. Но это как акт доброй воли пока что, да, получается, да? Там, не знаю, застройщик, условно, да? Нет, нет, сегодня эта обязанность у них есть, но она игнорируется целиком, практически полностью. Вот соблюдена она была в считанное количество раз, никто не понес ответственности. Вот это, конечно, наша беда, что много хороших законов, которые не работают, и наши и органы власти, и органы местного самоуправления поступают, как им хочется, а не по закону. Ну а что в этой связи, например, может изменить принятие директивы? Хорошо будет еще один акт, международный законодательный акт, который вот будет эти вопросы как-то... Понимаете, у нас вот Орхусская конвенция уже несколько предупреждений Украине вынесла, и нас пожалели, не применили к нам те максимальные санкции, которые могли и должны были применить за несоблюдение этой конвенции. Но так вечно тянуться не может. То есть очередное несоблюдение этой конвенции, где угодно, в Харькове, в Люботине, в Лозовой, может вызвать скандал международного уровня. Вот сейчас это надо понимать, что мы как под лупой, на нас смотрит весь мир. Мы заключили договор об ассоциации, мы подписали множество хороших конвенций, это еще в 90-е годы. Но мы их не соблюдаем. То есть, а среди этих конвенций это и ответственность перед другими странами, это и ответственность перед всем миром, это и ответственность за те редкие исчезающие виды животных, которые пролетают через нашу страну, гнездятся в нашей стране, а, скажем, зимний период проводят в других странах. То есть мы часть планеты, мы часть природы планеты, мы часть жирчей среды планеты. И если люди умирают от рака где-то в Греции, то и наша вина в этом есть, потому что мы неправильно обращаемся со своими отходами, мы неправильно обращаемся со своими загрязняющими веществами. Мы не можем быть клоакой Европы, этого никто не потерпит. Но при этом, при том, что есть такая опасность, тенденция такая к тому, что вы назвали быть клоакой Европы, при этом мне кажется, что вот уровень опасности, которая связана с экологическими проблемами, он недооценен очень сильно в обществе, потому что если вспомнить вот эту знаменитую пирамиду масла, потребности, то экология где-то там будет наверху, она далеко очень от основных нынешних, к сожалению, сейчас там пропитание. Вы имеете в виду у нас или в Европе? Я имею в виду у нас, да, к сожалению. У нас, да. У нас эта проблема очень давняя. Дело в том, что Сталин же репрессировал экологию. И долгое время, даже вот в газете «Правда», от кого вы хотите охранять природу? От социализма. То есть, было такие догматы, что никаких природоохранных не должно быть. Мы сначала построим социализм, а потом будем думать о сохранении лесов. И еще глубже есть корни. Василия Назаровича Каразина, если вы знаете, сослали, в том числе и за то, что он требовал не вырубать леса старинные. И, конечно, если сегодня в Европе второй человек в городе – это вице-мэр по экологии, вот, например, в городах Нюрнберг, других, а у нас эколог – это 50-й ряд, 15-е место, где-то в городском, государственном или областном управлении. Если комиссии по экологии задвинуты в самую дальнюю часть списка, еще им привешены другие вопросы, то это, конечно же, наше сегодняшнее непонимание. Только 2-3 года украинские дети проходят экологию в школах. Нам предстоит огромный путь переоценки ценностей, потому что важнее экологии сегодня практически ничего нет, потому что это жизнь людей, это продолжительность жизни, качество жизни, это болезни. Почему у нас умирают раньше, чем в других странах? Почему мы живем, уже человек 50-60 лет, у него столько болезней, что он еле-еле ходит? Это все связано с тем, что мы пьем, чем мы дышим, что мы едим. На Ваш взгляд, существует ли в парламенте, в Верховной Раде, некое условно-антиэкологическое лобби, то есть понятно, что оно будет существовать где-то там, опять же, на государственном уровне, когда пойдет вопрос о парниковых тех же газах и так далее, но вот когда будет касаться, например, просто оценки возможного экологического ущерба, экспертизы экологической для застройщиков, для частных проектов и так далее, то есть будет ли сопротивление тому, что такую директиву будут принимать? У меня двойственное отношение. С одной стороны, несколько уже законопроектов, которые были связаны с экологией и в рамках ассоциации с Евросоюзом должны были быть приняты, уже прошли рассмотрения первое, второе там чтение, это и касающиеся стратегической, экологической оценки и других вопросов. То есть у меня есть радужное ощущение, что, наверное, это примут. Но если мы будем говорить о депутатах, которые антиэкологичны, то, к сожалению, их много. Например, экс-спикер Верховной Рады господин Литвин некогда предложил на полном серьезе законопроект об уничтожении бакланов в Украине. Это реальность, это можно посмотреть на сайте Верховной Рады. То есть убить всех бакланов, тогда мы будем счастливы. Хотя это птица, которую надо охранять тоже, как и другие виды животных. И раз в 2-3 года в Верховную Раду поступает проект закона, разрешающего охоту в заповедниках. Вот мы его отбиваем, вся общественность собирается подписи по всей Украине, что этого нельзя делать. Но это все равно, что разрешить, брать себе на память предметы из музеев, или устраивать пожары в школях. Ну куда уже дальше катиться. Но это на полном серьезе рассматривается, и каждый раз есть шанс, что это примут. И в последнюю минуту, в секунду уже удается ценой немоверных усилий ученых остановить эту руку, которая разрешает охотиться в заповедниках. С большим трудом проходят все природоохранные идеи через наш парламент. Ну сейчас стало чуть полегче, потому что люди наконец-то поняли, что это в тренде Европы, в тренде всего мира. Если сравнивать, например, заповедность стран Европы, то 15% территории страны в заповедниках во многих странах больше. Это тот минимум, который существует в Европейском Союзе. У нас нету и 4% на самом деле территории государства под заповеданием. И то, что мы называем заповедными территориями, например, это памятники природы, вокруг которых, вот здесь, в саду Шевченко, вокруг которых все ходят, там происходит строительство, делается что попало. А вот если в Европе это природоохранная территория, то к ней приблизиться на километр уже сложно. Не собрать грибы, не поднять веточку, ничего. То есть дерево упало, оно лежит, его никто не трогает. Поэтому у нас существует только на бумаге, а многие даже и на бумаге мы не знаем их границ, потому что земля не выделена в натуре, просто чтобы в качестве очковтирательства, причем некоторые природоохранные территории у нас учтены дважды или трижды, потому что одна может быть на территории другой. Ну, кстати говоря, в рамках договора об ассоциации есть еще и положение, которое регулирует и размер заповедных земель. Насколько я понимаю, он будет увеличен все-таки, да, потому что там требования выше. Ну, борьба за расширение природного заповедного фонда, она ведется в Украине всю историю природоохранного движения. И, к сожалению, вот до сих пор люди не понимают, что чем больше вспахано, тем меньше урожаи. Чем больше вырублено лесов, тем хуже мы живем, тем ниже урожайность наших полей. Это поняли во всем мире. Оказывается, что рядом с природоохранными территориями выше урожайность большинства сельскохозяйственных культур. Почему? Потому что ведется восстановление естественными методами. Человек может только приближаться к этому своими технологиями, но пока еще достичь такого же уровня не в состоянии. У нас же до сих пор сколько земли пропадает, эти заповедники, то есть люди не понимают. И варварское отношение к природе, к сожалению, проявляется и в том, что у нас и создаются новые природоохранные территории, и старые уничтожаются. Только на моей памяти несколько заказников в Харьковской области было ликвидировано. Там есть еще проблема такого некого конфликта, наслоения заповедных земель и частной собственности, потому что есть там и жилое строительство, и дачи, и загородные дома и так далее. И тоже непонятно, как решать-то. Есть непонимание людей, что на природоохранной территории бывают разные иерархии. То есть есть природоохранные территории, на которых большая часть деятельности человеческой разрешены. Ну запрещено только строительство или что-то, какое-то ограничение есть. Но человек может проводить выпуск скота, например, пользоваться, выращивать огород. Просто вот какие-то ограничения. Это есть такие. Есть природоохранные территории, которые созданы с целью охраны какого-то конкретного вида животных. И поэтому на них еще больше видов деятельности разрешено. Но люди относятся с непониманием, потому что, вот я же говорю, не учились в школе, не рассказали им ни родители, ни никто. И сейчас нам надо наверстывать упущенное и начинать с наших детей, конечно, в школах младшего поколения. Потому что жизнь человека, она без природы невозможна. И то, что говорят или экология, или экономика, нет. Уже давно доказано во всем мире, что там, где экономика не учитывает интересы экологии, проблема, там, где экологию пытаются без экономики строить, тоже проблема. Только сообщая все это вместе. Но, тем не менее, как анекдотический случай, рассказывать все время, вот как пример такого несуразного поведения, когда в разгар, если не ошибаюсь, кризис 8-го, наверное, был года еще, вот тот первый страшный, когда в Верховной Раде голосовали закон о защите, конвенция защиты летучих мышей. И да, вот говоришь, что, ну, слушайте, ну, нет никаких проблем, только давайте летучих мышей защищать. Смотрите, вот если не защищать летучих мышей, то насекомые, которых они поедают, у нас все летучие мыши насекомоядные, придется уничтожать какими-то химическими методами. То есть, да, либо мы защищаем летучих мышей, либо мы тратим миллионы долларов на то, чтобы защитить себя, свои посевы. То есть, это логично. И с чего начинать, с летучих мышей или с медведей, то есть, со всего, надо все помнить. И вот то, как несколько поколений экологов Украины добивались, чтобы медведя внесли в Красную книгу, и, наконец-то, вот недавно это произошло, это тоже характерный пример. Все знают, что редкое животное, все знают, что на грани исчезновения, но вот уперлись, и вот тоже лобби в Карпатах, вырубки лесов. Вот, как они сопротивлялись этому. Ну что ж, спасибо вам большое, что сегодня были гостем нашей студии. Я понимаю, что проблем их экологии в силу их масштабности и количества эпизодов, да, описанных и не описанных, можно об этом говорить очень долго, но я думаю, что этот разговор мы обязательно продолжим, однако не в рамках этой программы. Спасибо, что смотрели на сегодня. На этом все. До свидания, до следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова